добрый день дорогие друзья в уютной студии радио аврора за долгое время наконец-то мы встретились с дмитрием викторовичем матвеевым руководителем межрегиональной общественной организации гос розы а куда смотри смотри на меня смотри вот в камеру друзья друзья вы знаете что один из самых позитивных новостных поводов за прошедшие полгода стали резкие движения посадки отставки в министерстве обороны народ в трепете когда же начнутся более масштабные чистки когда же и как они будут выглядеть дмитрий викторович матвеев многие годы занимается вопросами подготовки чисток так скажем подготовки чисток дмитрий же давай для начала нашего повествования расскажи чем вы общись последнее время занимаетесь какие успехи какие движения ни к чему готовится так народ население нашей страны главное элита населения нашей страны не народ тоже хочет сказать сколько сколько лет покупали раскупались билеты пола 30 билеты покупались 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 и все когда же начнется театральное это 10 началось поэтому ну как красиво мощно вот много действий будет в этом спектакле вот конец будет счастливый вот поверьте мне то есть все возрадуются а негодяи будут наказаны поэтому процесс ну во-первых задача каждого следствия чтобы она сама на себя не вывел это важный момент так поэтому аккуратный поступью идет идут наши правоохранительные органы но они идут правильной поступью и ну посадки есть будут они будут продолжаться они будут увеличиваться они будут доводиться до какого-то там можно даже сказать логического конца и однажды это приведет к смене законодательства вот я как раз хотел запросить ты же очень опытный человек ты в этой тематике что называется собаку съел есть такое ну в народе ходит поверье что на каждого чиновника собирается некая папочка и только в нужный момент эта папочка получает ход человека начинают там арестовывать обыскивать конфисковывать и все остальное в чем разница что мы знаем что человек там жулит и когда все-таки этому делу дается ход вот в чем в критическая точка этой перемена да здесь давайте вот нашим людям поясним да вот капиталистическая система управления и взаимоотношения в любой стране мира она сталкивается с одними теми же уязвимыми ее моментами то есть вот те капканы в которые попадают люди живущие и управляющие системой капиталистической в коем в коей системе живет наша страна первый капкан это богатый человек хочет жить в доме либо какой-то большой красивой квартире с обязательно с видами на воду на лес и на горы это первый капкан в который попадает богатый человек ну и знатный человек скажем тогда это есть человек обладающий либо властью либо деньгами я уже попал в этот капкан я тоже хочу там жить но у меня нет таких второе капкан куда попадает богатый и знатный человек это сколько у него денег не было сколько он не заработал либо украл то есть два пути обогащения либо заработал либо украл либо ему эти деньги подарили ну виде там мзды какой-то да он эти деньги конвертирует в собственность вот скажем так из одного миллиона богатых людей и обладающих этими деньгами там коррумпированными либо там бесчестно нажитыми иным путем один человек из миллиона только не покупает собственность то есть хранит их в деньгах остальные 999 тысяч девятьсот девяносто девять человек реализовывает деньги в собственность а в связи с тем что есть третье правило и мы вернемся ко второму правилу то есть третий капкан в который попадает богатый и знатный человек он хочет по своему желобству купить все дешевле чем стоит на самом деле ты говоришь о том то есть твоих слов получаю сейчас упреждаешь все и так этот третий капкан который попадает богатый и знатный человек но возвращаясь ко второму капкану мы понимаем что покупая на те деньги которые нажиты неправедным путем либо иным способом незаконным за работами он тратит на покупку собственности он эту собственность хочет купить максимально дешево то есть это вот как раз взаимосвязаны 2 3 капканы а покупая собственность дешевле чем она стоит на рынке он не улавливает тот момент когда он является скупщиком краденого то есть это не тот человек который украл то есть мы не верю что богатый человек либо знатный человек что он участвует в хищении собственности мы говорим о том что на мой пользователь некой коррупционной схемы нет 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 он когда покупает уже собственность здание газеты пароходы землю имущественные комплексы пакеты акций на те деньги которые были неправильным путем заработаны заработаны он не удосуживается выяснить легальность происхождения этой собственности то есть он покупает собственность с изъянами это делают все сто процентов богатых и знаменитых людей поэтому они попадают и в первый капкан и во второй капкан и в третий капкан поэтому с точки зрения правоохранительных органов легко собирать папки на этих людей то есть можно собирать папки друг на друга на соседи на конкурентов на чиновников на там угодных неугодных бизнесменов их легко собирать эти папки потому что каждая собственность в российской федерации имеет юридические изъяны каждая собственность в российской федерации добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров аврора представляет компанию окнотика меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям что и коллектив нашего информационного агентства окнотика это новое слово востекление объектов любой сложности прямая связь с руководителем честность надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон предлагает двойной срок службы конструкции по цене прошлого года пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний и вы поймете почему окна окнотика доступнее чем кажутся а гарантия 10 лет не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил окнотика надежно доступно в срок ссылка в описании информационное агентство аврора наша точка зрения станет вашей точкой опоры поэтому вопрос когда это папочка достается она достается в двух случаях запомните первый случай к вам уважаемые граждане там и уважаем слушатели это не имеет отношения то есть не вы принимаете решение когда достать папочку против конкретного чиновника вот например есть там 100 папочек на там какого-то заместителя министра да там там пресно упомянутого да что является триггером доставайте папочек и пускай них в дело его либо жесткая некомпетентность плохо работы до в том функционале которую на которого поставить мы привыкли к тому что у нас чиновники плохо работают но есть некий предел вот есть некомпетентность раз второе предательство кого тех кто его ставил и здесь предальство обоюдной может быть и он мог придать его могли придать вот третий важный момент это значит желание усилившиеся группы поменять стрелочника на переключение финансовых потоков то есть поменять человека который рулит финансовыми потоками которые поставлен другой группировкой вот три основных причины почему достается папочка еще раз повторяю уважаемые слушатели вы не влияете на эту на принятие этого решения но есть второй вариант когда вы можете принять это решение кого из чиновников отправить по пути блатному чтобы он так сказать понес всю строгость искать по закону у нас в российской федерации нет закона легализующего преступления то есть не сказать что ну прошло 10 лет ну любое преступление легализовывается нет есть до сроки преступления за которыми тяжело например понести уголовную ответственность ну что сроки экономических преступлений они имеют сроки давности там убийства они там бессрочные и еще ряд преступлений тоже имеет бессрочный характер но в основном это срочные преступления но это не значит что нужно опускать руки здесь важный момент мы говорим об экономических преступлениях в данном случае есть важный момент вывести на то поле где вы можете каждый способ вот каждый вот ну бабушка дедушка мужчина женщина там студент рабочий учитель экономист юрист независимо от возраста пола образования вы можете поспособствовать запуску этой папки в работу значит для этого нужно рассмотреть вот эту собственность и изъяны этой собственности но во-первых найти эти изъяны собственности а во-вторых перевести их на другое поле где не привыкли работать и сражаться вот те люди которые любят красивые виды своего окна виде моря гор и леса это татами или этот ковер или этот бойцовский ринг он находится в другом месте он называется ничтожная сделка что значит ничтожная в ней нет саму сути перехода права она ничтожна изначально сам начал то есть давайте поясним простым людям аж ему что-то не понимает а вот наверняка у вас возникало что идут за птичка перевернутый да вот с цветочками это не подарок поезд привез просто вот из наших курортов среди этих красно краснополян краснополянок да вот смотрите вот предположим это кусочек вот но этот подарок до павел забрал с полки магазинам не расплатившись вот и подарил мне кусочек либо продал мне вот с точки зрения гражданского кодекса эта сделка ничтожная было как мыло было не моё так мыл было него не 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 павла изначально и он его не за него деньги не платил предположим после такой ничтожная сделка но давайте еще более усугубим пока придем к реальному таскать сценарию до павел знает что у меня есть деньги на покупку спасской башни кремля да она же не продается и принимает решение что он не и продает мы заключаем договор и за 1 триллион долларов павел не продает спасскую башню кремля или часы с этой спасской башни вот сделка совершена и я 6000 раз продал эту кремлевскую башню последний приобретатель этой башни например там петр петрович сидоров так вот нет здесь легального приобретатель во всей цепочке потому что павел изначально не обладал правом продавать эту башню по моему точно такая же история мошенничество было про эйфелеву башню башни находится в собственности российской федерации поэтому да и и может российской федерации продать может но для этого должно быть адресное решение председателя правительства да он там моральные нормы то может быть он нарушит да но по закону председатель правительства имеет право продать любую собственность российской федерации потому что но он такой должен занимает и он от имени российской федерации действует соответственно если в этой цепочке очень мы говорим что не было законного продавца в той собственности помните не было законного продавца то сделка ничтожна и она не влечет за собой последствий и по ней нет сроков давности вот это то татами там тот маринга то место сражения та игровая доска куда нужно вывести этого собственника которую вы хотите сказать ну пустить по тому же блатном пути улавливаете то есть в первом случае вот этого зарвавшуюся и заигравшуюся чиновника папку его запускает в процесс но один из таких же как он народ к этому отношения не имеет как народу и реализовать свое право бороться с несправедливостью ну здесь это не воспринятие как реклама до сказать все все равно завод заодно же передачу человек это невозможно понять есть youtube канал госрозыска там есть в бесплатном доступе более 300 часов лекций 300 часов они настолько глубинные там есть лекции на которые вообще в принципе не надо знать ну кто-то профессионал там вот там про хранители обращаются за там прокурор и следователь доктора обращаются к как тонкой тематике до блок темать да им это будет интересно но простому человеку достаточно одного часа не на там 300 часов то есть таким там все по названию там простецкие название там с чего начать как организовать свой госрозыск все очень просто итак мы учим мы учим производить сбор законный сбор законный открытые информации важный момент законный сбор законной открытой информации мы учим эту информацию анализировать на предмет наличия изъянов этой собственности второе мы учим эти изъяны правильно трансформировать и интерпретировать в части наложения на эту цикл почку уголовного законодательства. Не надо все 600 статей этого Уголовного кодекса. Нет, нам нужно 2-3 статьи у нас есть. То есть, это всё максимально упрощено. Человек, имеющий 8 классов образования, а по нынешнему 9 классов образования, абсолютно спокойно справляется. Поверьте мне, я проводил не то, что опыты, испытания. В принципе, можно 5-6-классника научить это делать. Потому что там логика. Там человек, если он не до белой, а он понимает, о чём речь идёт, логический цепочек, это доступно каждому. Это надо захотеть. Если вы хотите справедливости в отношении вас, в отношении группы лиц, в отношении своего населённого пункта, в отношении своего субъекта Российской Федерации, вы можете спокойно этим инструментарием пользоваться и решать кадры и вопросы. Однажды, вот количество посадок, которые будете инициировать вы, оно достигнет такого уровня, что оно превзойдёт посадки, которая осуществляется по инициативе сверху. И в этот момент произойдёт консенсус. То есть, каждый во власти будет понимать, что народ, которого он представляет, в исполнительной власти, в законодательной власти, народ может не идти длинным путём. Что это не бессловесная масса, да. Народ может идти не длинным путём. У нас как в Конституции? Ну, иди реализовывай своё право через выборы, правильно? Иди реализовывай своё право. Вот раз в 6 лет, раз в 25 лет, раз в 2 года, иди реализовывай. Это же, ну, это, так сказать, это слишком такая хитрая штука. Но она достаточно и простая, эта штука. Её легко обходить. Если у человека появляются инструментарии, законы в рамках существующего законодательства, в рамках существующего законодательства сажать людей, которые с точки зрения простого человека нарушают нормы справедливости, его справедливости, он так решил. Да, здесь он останется моральный, наши вот эти моменты поплакали, вот там сопли пожевали, там, да, ну, слушайте, но у нас судья, судьи тоже по внутреннему убеждению. И особых школ судей не проходят. Да, у него есть вот доверие от государства, да, у него есть у этого судья доверие от президента. Но он такой же человек, он с того же теста сделанный. Каждый в Российской Федерации может быть судьёй. Мы несколько раз в день судим кого-то, осуждаем кого-то, нарушаем мы там законы Божьи, не нарушаем. Это наше моральное право осуждать, судить и быть судимым. Это наше моральное право. Да, там перед смертью кому-то там захочется исповедовать, он исповедует это грех, что он осуждал кого-то. Но сам человек примет решение, справедливо к нему относится или несправедливо. Сам человек примет решение, справедливо относится группе лиц или несправедливо. Ну, общественное мнение в общем о том, что справедливости нет. И в итоге, так сказать, в СИН тоже придется подключать. Итак, важный момент. Мы говорим, кто инициирует движение к справедливости. В первом случае это движение инициирует прокурор, оперативный работник и следователь, либо наделенные на то желанием и правом. То есть, изначально письмо и заявление о каком-то выявлении какого-то нарушения, сигнал с места может подать и любой гражданин в принципе. Но этот гражданин должен быть вооружен правильным инструментарием. Не надо бороться с заборами, которые преграждают путь вдоль береговой полосы. Не надо бороться с заборами, которые вам мешают гулять по берегу водоохранной зоны. Даже если вы пройдете семь кругов ады и поборете того супостатка, который поставил забором, он там сделает калитку и заплатит тысячу рублей штрафа. Проблемы вы не решите. А вот найти, а мы этому учим, доказательство того, что земля сформирована как кадастровый объект на территории водоохранной зоны, а уж тем более в прибрежной полосе, влечет за собой ликвидацию кадастрового учета и изъятие земли из незаконного владения в собственность Российской Федерации. И автоматом влечет за собой снос здания. Вот представьте уровень какой. Калиточку поставить. Тысячу рублей и калиточку. И так насмехаться над вами. Или под удар ставится вся эта чудесная райская жизнь и в царстве этого порока и разврата с видом на воду. Ставится под удар, Павел? Ставится. Запал уже отвечает. Сам собой разговаривать. Называется мир хижина, война дворцам. Пусть так. Активное сопротивление действительности. Итак, с одной стороны, простой человек начинает внедряться в ту сферу, которую на себя привыкло замыкать государство. Но с другой стороны, само государство, не успевая за хитрожопыми представителями тех или иных диаспоров в том числе, государство, понимая, что система, которая должна регулировать и охранять граждан от таких вот хитрожопых и хитроумных, государство понимает, что не хватает на это ни сил, ни средств, ни людей. Тем более, огромное количество людских ресурсов сейчас оторвано для ведения, так сказать... Специальной военной операции. Вот. Прекрасное слово, да. Так вот, поверьте мне, и государство, и администрация президента, и генеральный прокурор, и председатель правительства, и руководители Федеральной службы безопасности, и там всех остальных специальных служб, и МВД в том числе, люди хотят, чтобы люди, засучив рукава, одев повязки себе на левый рукав или на правый... Повязки, это не обязательно, они должны быть красные, они могут быть с любыми надписями в рамках существующего законодательства, но из которых видно, что это люди, сплоченные одной целью и скованные одной цепью. Люди наводят порядок, самоорганизовываются в своей родной стране. Вам будут благодарны все. Даже те, которых вы будете экспроприировать в собственность, и тех, кого вы будете немножко разувать и раздевать. Почему они будут, даже они будут благодарны? Потому что чистки в лесу нужны, ибо зараза, вот, она настолько распространяется быстро, она уже распространилась, что гибнут и волки, и овцы, и маленькие ежики, и птички, и мышки-нарушки, все гибнут от заразы. Зараза съедает нашу страну. Внутренняя зараза. Да, она была, эта зараза, занесена снаружи. То есть, агенты влияния еще с 70-х годов наполнили все и вся. Глупо обвинять, наверное, Павла Иванова в развале СССР, правильно? Спасибо. Какого-то полковника государственной безопасности, какого-то полковника государственной безопасности, можно легко обвинить в разрушении СССР. Потому что полковник государственной безопасности, так сказать, очень много слушал на кухне сопли своей жены, которой не хватало, там, джинсов. Очень много слушал соплей своих детей, которым не хватало, жвачки. И очень много слушал соплей этих художников и этих диссидентов, которым не хватало за границей. И вот эта вся зараза, она проникала в межклеточное пространство полковника КГБ и полковника КГБ. Однажды не увидел, как в его ведомство просочились уже настоящие враги и агенты влияния иностранных спецслужб. Это важно. Поэтому, засучив рукава, если не хватает знаний, открывайте YouTube, Госрозыск, там все знания даны. – Дмитрий Викторович, пройдемся по конкретным новостным поводам, которые как раз в рамках озвученных тобой концепции следует и рассматривать. Спорные земли коттеджного поселка Сады Майендорф, ранее принадлежащие санаториям управделами президента, то есть, это госсобственность, причем непростая, имеет отношение к управделами президента. – Да, бывшая ЦК КПСС. – То есть, это прямо ого-го. «Были проданы в 2001 году в 236 раз ниже рыночной стоимости, заявила прокурор в Одинцовском суде Подмосковья. В понедельник суд приступил к рассмотрению по существу иск генпрокуратуры обозрятия 8 гектар земли из 99 гектаров, проданных по заниженной стоимости, где сейчас располагается элитный коттеджный поселок Сады Майендорф». У меня вопрос, во-первых, будут ли все остальные гектары земли возвращены? 8 гектар вроде как изымают, 99 всего, а как же остальные 91 гектар? Второй, почему так долго ждали? 23 года уже прошло. Третий вопрос, 2001 год это уже при Путине, почему распродавалось имущество управделами президента в 236 раз дешевле? Ну, давайте попробуем слова в защиту Путина сказать. Путин пришел в царство порока и разврата. Ельцинская Россия, это девочки хотели быть проститутками, мальчики хотели быть боевиками преступных группировок. Ну, не все, конечно, хотели. Ну, тенденция такая была. Какие бы ни были там благие помыслы у нового президента, он со своим уставом в чужой монастырь, если бы пришел, то, наверное, в первую же ночь закончил бы свою жизнь. Поэтому он должен был потихонечку, он внедрялся, выбивал преференции какие-то себе вначале, потому что у него там не было ни финансовых потоков, ни особо ничего. Помните, был Березовский, который шею, так сказать, оплел удавкой. Был там Гусинский с огромной машиной пропагандистской, кто не помнит. Были губернаторы, которые республики создавали, там, Уральские и Поволжские, им было плевать на федеральные центры и на целостность. Был Совет Федерации, который вообще был не подконтролен. И т.д., и т.д., и т.д., и т.п. Да, а, так сказать, за 30 лет можно было и побольше, за 24 года можно было и побольше сделать, побольше было сделать. Система выстроена. Можно было бы результативнее, а, может быть, нельзя было результативнее. Здесь мы не понимаем. Поэтому управленными делами президента – это Павел Павлович Бородин. Павел Павлович Бородин – это тот, который приютил Путина, когда он уехал из Питера, помните? И поэтому имел некое особое… Ну, Владимир Владимирович Путин, он, наверное, ну, как сказать, он же помнит о тех, кто его помогал, кто его спасал, где-то поддерживал его. Но за это с Путина-то нет спроса за 2001 год. Это спрос с госком имущества, на тот момент Министерство имущественных отношений Российской Федерации, и спрос с Бородина, и спрос с правительства. Здесь вот важный момент, смотрите. Правительство Российской Федерации, 2001 год, кто его возглавлял? 2001 год. Фродков. Ну, нет, зачем? Кто там еще раньше? Касьянов, 2000 год, 2001 год, Касьянов, конечно. Касьянов где? В Караганде, правильно? А, он уже сейчас иностранный агент. Кто сказал управление злами президента? Павел Павлович Бородин, любитель анекдотов, человек с железной печенью. Правительство Российской Федерации делегировало полномочию управления федеральной собственностью управления злами президента. У управления злами президента одно замечание, что они не следили за своей собственностью. Здесь важный вопрос, кто продал эту собственность? Помните про Кремль, который Паша мне продал? Помните? Спаская башня. Один в один ситуация. Эту землю, на которой размещается федеральный объект. Бесспорно, федеральный объект. Санаторий Барвиха, правильно? Федеральный объект. Федеральный объект. Потому, что там размещался, это было управление делами Центрального комитета Коммунистических партий Советского Союза. Это перешло автомат в управление делами президента. То есть, федеральный объект. В силу закона федеральный объект. Земля, на котором он находится, и там не 99, и не 9. Там 306 гектар, Павел. 306 гектар. Это 600 полей. Вот можете представить себе 600 полей, друзья? Футбольных. 600 футбольных полей территории. Одна сотка 10 на 10 в этом месте, в садах Ирдорфа этого. Мейендорфа, да. В садах этого гражданина немецкой фамилии. Стоит сотка 500 тысяч долларов. Это цена соизмеримая с ценой в Сити, в Лондонском. Гектар стоит 50 миллионов долларов. Есть в Главе такие цифры? Так, 50 миллионов, а их там 300. А там 300. 300 умножить на 50, сколько получается? Ну, уже цифра потерялась в Главе. Ну, в общем, да. Это более 20 миллиардов долларов. Вы только вдумайтесь в цифры. Ну, или примерно так. Ну, 50, ну, уже на 300. Это жёстко. Это много. Как говорил Михалков, всё, что больше 14 тысяч, для меня миллион. Короче, вот так вот. Вот и здесь тоже самые цифры. Вот сказать слово там нематерное. Огромные цифры. Огромные цифры. Так вот, эту землю барыгам продал ни Павел Павлович Бородин, ни это пристанно упоминаемый этот иностранный агент, уж тем более не Путин Владимир Владимирович. Эту землю продал Громов. Громов. Помните такого? Мы это уже обсуждали, когда федеральную собственность, принадлежащую всей стране, продаёт глава конкретного региона. Да, это ничтожная сделка. Ничтожная. Поэтому прокуратура и бьёт туда. Она говорит, ребята, ничтожная сделка. Вам впарили, вам плевать. Вы думаете, вы авианосцы, от которых всё отлетает? Вам впарили украденной. Вы скупщики, сука, краденого. Вы скупщики краденого. Им прокуратура говорит, генеральная. Поэтому всё возвращается. А теперь законный вопрос. Давайте вот все сейчас задайте этот вопрос мне. Зачем собственность возвращать? Государству опять её перепродать? Нет. Нет. Нужно сейчас забрать эту собственность, землю. По Гражданскому кодексу, это всё, что построено на этой земле, на этих 306 гектарах, это всё является самостроем. А по ГК самострой может забрать себе собственник земли. Либо принять решение о сносе за счёт того, кто это построил. То есть, весь этот коттеджный посёлок, это собственность правительства. Забрать с Российской Федерации и распределить между героями труда, героями войны, героями по рождению детей, многодетными матерями, сделать дома отдыха, дома культуры, санатории, передать главу ПДК, что там размещались какие-то дипломаты наши, они отдыхают. Каковы шансы, что это произойдёт, и что это может помешать? Ничего это не может помешать. Это нельзя легализовать, Павел, это домоклов меч. Поэтому, у нас здесь всегда, мы говорили, три есть ручья, или потока возврата обратно собственности. Первый – это указы президента, которыми президент забирает у иностранных агентов, у недобросовестных, у нелояльных к существующему режиму граждан, забирает своими указами объекты, сбежавших от уклонистов и прочее. Забирает объекты указами президента. Второй поток – это генеральная прокуратура через суд забирает из незаконного владения. А третий поток, какой, Павел? Это одумавшиеся, изъедаемые совестью барыги. Которые боятся, что их просто... Да и не боятся, они одумались. И собственность они добровольно дарят Российской Федерации. И сразу вам говорю, вот эти комментарии, перестаньте писать. У меня мозг вынимает. А где эта эрефия? Это что, континентальный шельфт? Вот это сразу не пишите, я не могу про это глиматья. Причем я уже делал про это когда-то видео. Глиматья, короче. Перестаньте, два-три есть упоротых, короче. Ну, вас Российская Федерация спокойно посадит, заставит налоги платить, а вы все будете рассказывать, что эрефия не существует. Ну, это грустно, это, наверное, все-таки больные люди. Ну, по истории какой-то. Я хочу... Сейчас, так подождите. Вот мне обращать к этим гражданам, которые в поселке живут. Парни, вот смотрите, вы вроде бы, знаете, огонь и в воду прошли. Там вот, у которых сейчас 9 участков земельных, которые находятся под арестом сейчас. Они будут изъяты по-любому. Это там серьезные люди, с миллиардными бизнесами. Серьезные люди. Парни, короче, вы прошли огонь и в воду. Вот я к вам обращаюсь. Огонь и в воду вы прошли. Это будет всегда... Это ваше жилье. Там детей растите. Там кто-то этих шпилит, короче, там, социально, так сказать, низкоответствия женщин. Кто-то там внуков растит. Это же ваша крепость, короче. А она все время под ударом находится. Она украдена у Российской Федерации. Вот тут всегда есть вариант такой. Героем выйти из говна, короче, да? Или, сказать, в этом утонуть, короче. Вот вы же понимаете, что у вас это заберут. Сделайте красивый акт. Подарите это фонду какому-нибудь защитника Отечества, фонду Медведевой подарите. Она русский мир там развивает. Просто в Российскую Федерацию подарите. Так хоть вы будете вроде такие, о, герой, да? Может, что-то медаль вам за это дадут. Но жить там, и знаешь, вас отнимут, а будут отнимать под уголовным окрасом, парни, короче, вас все время накололи юристы ваши и обманули риэлторы. Вас обманули. Просто вот свыкнешься этой мыслью, что вас обманули. Не надо там строить свое гнездышко семейное. И нет смысла продавать. Дайте объясню. Дайте барышью тему объясню. Так, а, Матвеев рассказал все. Как же так? Вызываем юрист в срочи так. Так, там, Альфред Сигизмундович, как же ты мне, сука, порекомендовал это задание купить? У тебя оно уже краденое, короче, земельное участок краденое. Что делать-то? Что делать-то? Давай продавай. Это будет, он вас второй раз обманет этот Сигизмунд, этот, самоверный. Он вас обманет, потому что у него свои там есть, кого кормить надо. Вот смотрите, что такое виндикационный иск? У нас слово вендетта. Что такое вендетта? Месть. Он даже название такое имеет место. Поэтому государство будет забирать у последнего собственника. Самуил Яковлевич вам скажет продать Иванову, дурачку он, Петрову или Сидору. Но Иванов не дурачок, он в умной сидит. Иванов их много, мы разные. Петров, Петров купил у вас, да? У Петрова государство заберет. Куда они, смотрите? Смотрите. У Петрова государство заберет. А потом Петров имеет право подать встречный иск у того, он купил. У того, кого он купил, имеет... Всё равно вы пройдёте через эту цепочку. А окажется, уважаемый богатый и умный человек, окажется так, что вы имущество-то не всё в белую покупали. Потому что кому мог хватить за 500 тысяч долларов сотку земли покупать? Вы его сделку делали в офшоре, правильно? А вам предъявит иск тот, кто сейчас купил в белую за 1 миллиард рублей, а вы купили за миллион. И убыток у вас будет серьёзный. Поэтому и в том... А ещё окажется, что это вы были организатором этой схемы. А ещё окажется, что вы участвовали в этом в хищении. Им же это грозит посадка или что? Что им за это может грозит? Ну, экономическое преступление имеет срок давности. Просто смотрите, это длящит преступление, оно этапы имеет. Ну, зачем заморачиваться? Сделайте дарение в Российскую Федерацию. Всё. Бог вас простит. Сады Мейндорфа, понятно. Вторая новость. Вторая новость. Какой Павел активный? Большую инвентаризацию зданий, находящихся в федеральной собственности. То есть, ещё раз, несобственность города Москва, несобственность Московской области, то, что принадлежит российскому правительству, как это называется, Росимуществу, в общем. Предложили провести в свете Федерации, как было заявлено на встрече сенаторов с правительством России, только в Ярославской области, где сейчас проходит пилотный проект по возвращению... Прям твоя тема, как будто бы ты вот это проталкивал. Пилотный проект по возвращению неиспользующихся в федеральных зданиях в активное использование. Их выявлено 2,5 тысячи. То, что принадлежит правительству, денег нет, но выдержитесь. Оказывается, 2,5 тысячи зданий, которые можно кому-то сдать в аренду, разместить там какое-то там, не знаю, не нужно выделять деньги на строительство нового детского садика, вот пустое здание, заезжайте сюда, делайте, что надо. Огромный имущественный комплекс мог бы помочь выполнить поручение Путина 5-летней давности, о создании в регионах креативных кластеров, всякое другое для предпринимателей точки отправки. Короче, насколько это будет эффективно? Вот ты грузанул, короче, людей. Так, друзья, давайте я так попробую, Павел же читает, а я попробую устно, так сказать, и попроще, чем то, что там написано. Итак, на территории Российской Федерации зарегистрировано в реестре федеральной собственности зарегистрировано более 2 миллиона 400 тысяч объектов. Ну, там Росимущество скрыло сейчас этот реестр для общего обозрения. Ну, примерно такие цифры, запишите, Павел, 2 миллиона 400 тысяч объектов. Это здание, сооружение, это помещение, это земельные участки, это пакеты акций. И там самолеты, пароходы, то есть, то, что относится к недвижимому имуществу. Это реестр недвижимого имущества. Так вот, с нашей точки зрения, это уже 9-летней нашей работой подтверждено, еще столько же в силу закона, являющегося федеральной собственностью, в реестре не находится. То есть, они существуют, но не учтены. Да, то есть, это огромный, огромный, огромный. То есть, можно еще 25 лет воровать, воровать с такими же размахами, как это происходило. Поэтому, ну, это хорошая новость. Это хорошая новость для Чубасси и компании. Поэтому, в принципе, можно вернуться, сделать пластическую операцию и заново провести приватизацию, еще раз такую же мощную, красивую. Опять эти деньги просрать, проесть. Один миллиард долларов в день по-прежнему уходит из Российской Федерации. Уходил и будет уходить. Но это плохая новость. Поэтому они сейчас активны. Они это вот тут, о ком идет речь в Совете Федерации, они ищут, чтобы еще продать. А вы сейчас рассуждаете о том, что о восполнимых источниках, вы говорите, а вот если бы я был бы, я бы не дал это продать, я бы это сдавал в аренду, и иным способом вовлекал в хозяйственный оборот, не теряя право собственности государства на эти объекты. То есть, еще раз, они-то собираются в Совете Федерации, в Ярославской области, они это все равно приватизируют? Продать. А-а-а, вон она че. Вон где собака порылась, да. А как им противостоять? Как противостоять? Как противостоять будем? Как противостоять этому? Ну, во-первых, и по-прежнему говорю, что у нас существует законодательство, разрешаясь создавать народные предприятия. Второе, через методологию госрозыск, опять же, вас отсылаю к обучающим роликам бесплатным, идите, читайте, смотрите. Ну, понятно, что кому-то лень, кому-то неохота. Ну, а то что, не, для этого есть, в принципе, передачи Ютуба, можно в этих, в комментариях сопли прямо так пузырями делать, тоже вариант. Многие так и живут. Я говорю сейчас про деятельных людей, да, т.е. кто хочет сатисфакции, кто хочет справедливости, обучайтесь, там мы в том числе учим контролировать объекты, которые мы вернули. В общей сложности вот, а еще вот это меня тоже потешает такое. Знаете, люди такие, знаешь, он только что, он что-то где-то бухал-бухал, короче, раз такой, сейчас посмотрел, говорит, а что вы сделали для государства, а что вы сделали? Вот так вот, что вы сделали? Вот для них вот кто вот эти, а что вы сделали? Типа молоть языком каждый может. Итак, давайте так вот, смотрите. Госрозыск за последних 5 лет, 5 лет за последних, зарегистрировал собственности в Российской Федерации на сумму более, я уже будем скоро к полутора подходить, более 1 триллиона рублей кадастра и стоимости. В количестве объектов это около 7 тысяч объектов, 7 тысяч объектов. Но учитывая, что 2 миллиона 400 тысяч объектов еще примерно не учтено, работа еще до хрена. И вот, чтобы вы понимали, в земле, вот у нас республика Крым 2,2 миллиона гектар, 2,6 миллиона гектара, 2,6, ну, у некоторых там источников. Так вот, Госрозыск зарегистрировал земли, только одной в собственности Российской Федерации, 28 миллионов гектаров. Это 10 объемов республики Крым, 10. Поэтому перестаньте... Не, понимаешь, мне не особо, мне это потешает, конечно, такие комментарии, но как-то запомните, что Госрозыск был, есть и будет. И его работа складывается не только из работы роботов, у нас роботы работают в том числе, из работы людей, которые видят несправедливость, хотят сатисфакции. Вот эти базовые моменты, я вижу несправедливость, каждый из вас, иначе вы здесь смотрите эти ролики Авроровские, или там ролики у Павла Иванова, вы чувствуете несправедливость, и вы хотите сатисфакции. За то поношение, которое испытали вы и ваши семьи. Подключайтесь, товарищи, подключайтесь, призывает Дмитрий Матвеев, я его поддерживаю. Вы можете участвовать в нашей информационной работе, у нас есть сообщество, у нас сейчас сколько там, 75 человек. Присоединяйтесь, всему научим, все объясним, поможете нам отыскивать новости, которые игнорируют крупные средства массовой информации, они на самом деле важны для людей, люди ждут огласки, ждут информационной поддержки, депутатских запросов и прочего. Вы можете включиться в деятельность, госрозыск, есть много организаций, которые занимаются разными совершенно делами. Но если вы просто, вот, к сожалению, многие люди, вот ты говоришь, там, с бодуна проснулся, спрашивают, а что вы сделали, многие люди даже лайки не ставят на видео. Да и не надо, не ставьте. Даже комментарии не могут. Вот вы узнали, вот смотрите, как работает действенный человек, он говорит, я вижу несправедливость, я хочу изменить. Это действенный человек делает, но у меня нет инструментария, что толку мой голос, он говорит. Потому, что все уже за 20 лет поняли, что как вас хитро обыгрывают на реализации вашего права участия в жизни государства. Идите и делайте, идите во власть. С такими багажом знаниями, которые мы даем, вас спокойно, спокойно власть примет в свои объятия. А там, внутри чудесной нашей власти, вы вправе реализовывать свои вот эти изыскания и свои стремления. Сидя дома, ничего вы не сделаете. Идите во власть, получите знания, элементарные знания. Знания даем мы. Как проводить экспроприацию. С этими знаниями вы входите в любую структуру власти. В муниципалитет, в субъект, в РФ, в МВД, ФСБ и прокуратуру, в следственных сетях. Входите с этими знаниями. Уложите какое-то базовое образование. Вот, Павел, у вас какое образование у тебя? Какое образование? Химик, педагог. Педагог. Соответственно, где тебя ждут? В Минпросе, правильно? Да. Вот. Ты понимаешь. Давайте мы прямо пример приведем. Вот сейчас есть у нас там 2 минутки, Павел? Давай, давай, давай. Минпрос. Профессиональное образование. Помните, где у нас ПТУ, технику? Где они? Нет их. Правильно? Павел знает, что это федеральная собственность. Бесспорно. 2-3 ролика посмотрел. Как возвращать. За что цепляться. Как возвращать. Вернее, за что цепляться. Давайте еще раньше. Где извлекать информацию? За что цепляться и как возвращать. Вот, знаешь, 3 постулата. Простых. Вот прям вот схемка. Раз, два, три. Как немногоходовка. Правильно? Раз, два и три. Идешь в Минпрос работать, а там люди, чтобы поняли, вообще этого не знают, как это возвращать. Вот просто вообще не знают. И заходите с темой возврата. В субъекте можно вернуть, в городе вернуть. Можно вернуть в федеральном округе, в лоно государства эти объекты. Потом они последовательно за собой. Вопрос же не только недвижимость вернуть, а как там образование возобновить. Да, а как там профессиональная подготовка, знаете, это уже другая серия, другая песня. Это уже дело техники. Да, дело техники. Нет у государства возможности построить новое. Нет у государства даже возможности покрасить старое. А вот вернуть у государства обратно, такая возможность есть. С вашей помощью. С помощью каждого из вас. Друзья, по-моему, ущерпывающе Дмитрию Викторовичу руку. Благодарю за службу. На благо России. Рад стараться. Друзья, подписывайтесь. Ссылка обязательно... Не забыть бы ссылку под роликом оставить. Жильцам поселка Сады Мейндорф передаем привет. И благих помыслов. Благих помыслов. Чистосердечного желания вернуть собственность. Но это не вернуть. Это дарение будет. Они же не возвращают. Они же не крали. Они не крали. Но участвовали в ничтожных сделках. Подарить по-хитрому. Подарить и все. И получить, так сказать, благодарность и строку в коммерсанте. И в карме. Вместе мы сила. Всего доброго, друзья. Всего доброго. Друзья, пока. Да здравствует госрозыск. Да здравствует Россия. Да здравствует госрозыск. Конечно.